Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, мой бывший муж постоянно пренебрегает нашим ребенком. Ну, здесь нужно сказать так, что очень часто многие мужчины, они после развода перестают воспринимать ребенка как своего. Ну, потому что он напоминает о, скажем, женщине, с которой вот мужчина был врагом. Такая ситуация, она, в принципе, довольно распространена. И считать, думать и полагать, а также надеяться, что мужчина, ну, будет относиться к ребенку хорошо. Это наивно. Это наивно, потому что у мужчины, у них самолюбие работает, и гордость, к сожалению, не так, как у женщин. И, соответственно, по этой причине ребенок мужчиной воспринимается как часть женщины. То есть немногие мужчины могут разделять любовь к ребенку, да, и любовь к женщине. То есть, ну, кто-то может, а кто-то нет. И ваш бывший муж, он, скорее всего, к сожалению, не может этого сделать. То есть как бы вот это не было бы грустно, да, и печально, но он не может этого сделать. Очевидно. И тут, конечно, очень многое зависит от того, почему вы развелись, из-за чего вы развелись, по какой причине вы развелись, что заставило вас развести, да. То есть насколько ваш бывший муж понимает, ну, я, наверное, не буду говорить одобряется, да, скорее понимает и осознает причины, по которым он с вами развелся. Ну, или вы развелись, тут важный момент. То есть здесь необходимо обязательно помнить, что развод – это травма. и травма для обоих супругов бывших, и поэтому для мужчины эта травма тоже, ну, в любом случае, это травма. И я полагаю, я полагаю, что вы, кстати, от травмы не отошли еще. Вот. Далее. Вы пишите о том, что он пренебрегает ребенком, там, у нее какие-то вещи, а здесь у вас есть как бы уже завышенные ожидания от него, от человека. То есть вы думаете, что мужчина будет вести себя, ну, вот таким образом вы думаете, что мужчина будет вести себя вот по модели, которая есть у вас. И, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы сами для себя постарались опять же увидеть, с чем связана подобная модель. То есть почему вы считаете, что мужчина, ну, должен вести себя по-другому? На чем основывается ваше представление здесь? Возможно, за этим стоят какие-то желания, возможно, за этим имеют место быть какие-то потребности, возможно, вы сами еще не готовы двигаться вперед после развода. Я думаю, что, в принципе, понятно, но, тем не менее, нуждается в, опять же, корректировании в любом случае. Потому что, ну, развод сам по себе – это свидетельство от того, что в ваших отношениях были проблемы, которые вы, ну, не смогли разобраться, не смогли преодолеть. А это значит, что это может повториться, и в будущем у вас могут быть тоже проблемы с мужчинами, например. Вот. Поэтому это, конечно, очень важно. Далее, вы говорите про ярость, вы говорите о том, что вы впадаете в дикую ярость, потому что ребенок плачет. Вы поймите, что на ребенка в большей степени влияет то, что вы впадаете в ярость, чем то, что отец не приехал. Потому что к этому ребенок привыкнуть сможет. Это понять он сможет, да, через боль, да, через, возможно, в будущем. Ему потребуется тоже помощь психолога или, может быть, даже сейчас детского. Вот. Ну, или чуть позже, когда он пойдет в садик или в первый класс. Вот. Но ваша реакция оказывает на него куда больше влияния, чем неприезд, например, его отца. Потому что вы мама, и потому что с вами он более близок, чем с отцом в любом случае. И тут нужно смотреть на то, почему вы так реагируете. Ну, не приехал отец к ребенку. Ну, не хочет мужчина быть, ну, не хочет мужчина быть отцом, да. А, ну, это неприятно, безусловно. Это неприятно, да. Но, в конце концов, это выбор мужчины. И по закону, да, он обязан платить, там, алименты и так далее. Но он не обязан помогать. Помогать. Я понимаю, что вам нужна помощь. И, возможно, мужчина. Но это, скорее, ваша ответственность здесь. То есть, если вам нужен мужчина, если вам нужно сильное… ну, сильно мужское плечо, то нужно рассмотреть вариант, ну, восстановления отношений новых. А для этого нужно быть готовым. И вопрос заключается в том, насколько готовы вы, ну, и готовы ли сейчас, на данный момент. Вот. Мне кажется, это очень важно. Значит, нужно ли вам смириться с тем, что человек, ну, не все могут любить детей? Я бы сказал, что да. Я бы сказал, что да, но с этим нужно не смириться. А это желательно понять именно в контексте вашего мужа, именно бывшего. То есть, почему именно он так поступил? Почему именно он так относится к ребенку? То есть, знаете, какая штука? У мужчины такое поведение, оно повторяется. То есть, это не один раз. Но вы как будто все время ждете, что он, ну, будет по-другому как-то взаимодействовать. То есть, вот он один, ну, один раз пропустил, да, встреча с ребенком не приехал. Ну, ну, ладно. Классно. В следующий раз будет. Итак, два, три, четыре, пять, шесть, десять случаев таких было, когда он, ну, пренебрег. И вы почему-то до сих пор, как бы, ожидаете, что он этого вдруг делать не будет. И у меня, как бы, вопрос к вам. А почему? Почему так? Почему вы считаете, что он делать так не будет? А почему вы, как бы, ну, надеетесь, что вдруг свою модель поведения он изменит? Вот откуда, ну, может быть, такая, знаете, наивность, может быть, или вера в то, что человек будет поступать так, как вы хотите. На мой взгляд, это то, что следует обязательно вам уяснить для себя. И вот исходя из этого уже строить свою модель поведения. Ну, это все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.